Участники пробега прибыли на Брещину 3 сентября. Их встречали в санатории Надей руководители области. Традиционная встреча с хлебом с солью, белорусские песни, как дань уважения и почтения к членам делегации ОДКБ. Удивили и порадовали гостей Берестейского края. С места в карьер времени для отдыха совсем мало, поэтому уже на следующий день участники мотопробега направились в город над Богом, чтобы посетить значимые исторические места и объект инфраструктуры. Экскурсионная программа началась со спортивного комплекса «Виктория». Ведь известная Брещина славится спортивными достижениями, поэтому этот объект был выбран не случайно. Руководители «Виктории» провели обширную экскурсию по комплексу, показали награды и вместе с участниками заглянули на тренировки. Областной центр Олимпийского резерва погребли. Не посетить его – значит не увидеть арену международных соревнований, ведь Брестский грибной канал уникальный и единственный в Европе. Но в связи с плотным графиком, расписанной по минутам программой, участникам мотопробега задержаться здесь надолго не удалось. Но посмотреть на вид грибного канала сверху они все-таки успели. Конечной точкой пребывания в нашем городе стала Брестская крепость. Именно в цитаделию был дан старт международному мотопробегу, который пройдет через города Минск, Москва, Пензе, Оренбург, Астана, Бишкек, Душанбе. В общей сложности будет преодолено более 10 тысяч километров. Кстати, довольно основательную обкатку пройдут мотоциклы белорусского производства «Минск». Преследуем две цели. Первый, конечно, это популяризация идей коллективной безопасности, идей совместной деятельности в сфере безопасности, совместной защиты национальных интересов, территориальной ценности, суверенитета. А второе, это и проверка техники Минского завода. Мы посмотрим, на что она способна. Во всяком случае, первые пробы, которые мы проводили, точнее проводили пилоты, они очень положительные. И впускаться в такую дальнюю дорогу на 10 тысяч километров, в том числе и по горам, по пересеченной местности, можно только, конечно, на надежной технике. Всего в мотопробеге задействовано около 8 участников, из них трое – опытные пилоты. Именно они будут преодолевать нелегкий путь в течение почти целого месяца. Перед участниками проекта стоит интересная задача – испытывать технику, узнавать мир, налаживать контакты. Преодолеть долгий путь, бросая вызов преградам и трудностям, возникающим на дороге, участники ОДКБ собираются под лозунгом «Вместе мы сила». С таким настроем трудности на пути не страшны.